Лучше дорог нет в Беларуси, чем в Пинске. Ну а в других городах вы бывали, оценить можете, сравнение есть, да? Да, есть. В Пинске хорошие дороги, нормальные, но после зимы, конечно, всегда не очень хорошие, надо подремонтировать, но так в целом нормально. Где у нас самые плохие дороги в городе? Везде. Я считаю, что в дороги вообще ничего не вкладывается, потому что как начали собирать этот дорожный сбор за дороги, такое ощущение, что их вообще перестали ремонтировать. Ну, бытует мнение, что ранней весной не успевают запустить асфальтный завод, поэтому не хватает материалов для ремонта, именно ямочного, нормального ремонта. Но состояние дорог очень плохое, очень невозможно ехать. Мне кажется, что деньги, которые собираются у людей, уходят совершенно на другие цели, закрывать какие-то свои другие незавершенные дела. На дороги это не влияет, абсолютно. Я каждую ямку знаю, которую забываю, вспоминаю, изучаем. Все деньги мы все прекрасно знаем, куда пойдут. Точно не на ремонт дорог. Я считаю, что дороги надо чинить. Наверное, это относится к таким видам инфраструктур, которые надо ежегодно укладывать в средства, чтобы они были в хорошем состоянии. Ну, а как вы думаете, вот сейчас все стали проходить техосмотр и всех обяжут в конце года оплатить пошлину налоговую на автомобили? Естественно, она сама по себе подразумевает, что эти деньги должны пойти на развитие наших дорог. Поэтому все мы с удовольствием будем платить налоги, если будем знать, куда они точно идут. Ну как, региональные будут делаться, местные во дворах вообще, вот как были, вы можете снять вон яму буквально. Я на по всему Пинску вот такая сплошная яма. И на сегодняшний момент, если взять, ну, то есть берут прямо в лужу и сыплют асфальт, лопатой ровняют. Ужасные дороги стали. Одни ямы. Объехать нельзя. Никто ничего не делает. Все хотят объехать и пытаются, нарушают правила по этому. Поэтому часто приходится столкновение на машинах. И особенно очень сильно побиты дороги центральные. А говорить о периферии тоже вообще нельзя. Там яма на ямах сплошные. Мне удовлетворительное состояние дорог. У этих районов очень много. Вот даже сейчас я ехала по 60 лет октября. Проспект Желтовского. Казалось бы, большие центральные улицы. И такое отвратительное состояние дорог. Не говоря уже про частный сектор. Вы знаете, до предыдущего года, точнее до этой зимы, по-моему, достаточно приемлемо в состоянии были дороги. А сейчас с первым снегом или с последним снегом сошел асфальтовыми местами. Поэтому надеюсь, что все уладится. Ну, дороги местами очень плохие. По Брестске вроде хорошую дорогу сделали, но очень много люков. И некачественные люки сделаны. А так, в общем, плохие дороги. Где-то в столице, где-то в Минске, в областных городах может что-то и улучшится. Но в регионах вряд ли. Дороги в Пинске желаю быть немного лучше. Потому что очень много ритвен, вся бывшая космическая ремонта, они все уже, так сказать, изжили себя. И много влаги, ливневка не работает. Поэтому можно такие ямы, особенно на колонии, туда дальше, что можно и подвеску разбить. И второе, я бы сказал бы, что районные службы работают лучше там. Я вот по району тоже езжу. Дороги намного лучше, чем в самом городе. Кстати, это не совсем-то приятно. И непрестижно для такого города, как Пинск, центрополесь. Хотелось бы надеяться, что эти средства, которые будут получены от налогов, пойдут на богоустройство дорожных покрытий в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова